Поехали! Всем здравия, друзья мои! Начинаем живой эфир на Народном славянском радио. С вами Алексей Орлов. Сегодня у нас 8 марта 2016 года среда. По одному из старинных праздников, по одному из современных, седьмой день месяца пробуждения природы, 7525 лета, неделя. Те, кто отмечает по обычному календарю, тех могу поздравить с 8 марта, если желаете. Те, кто отмечает по одному из старинных календарей, поздравляю с праздником Лады и Лели и весенним праздником Матери-Земли. Выбирайте, кому что ближе. Ни на чём не настаиваю, просто об этом говорю. И мы переходим к сегодняшнему нашему эфиру, к теме сегодняшнего нашего эфира. Итак, «Метафизика и путь война». Автор соведущий Вадим Мосин. Здравия тебе, Вадим. Здравия, Алексей. Я хочу, прежде чем начать эфир, тебя немножко попытать. В заголовке ты употребил несколько слов. Одно иностранное и два более-менее понятных. Вот «путь война», наверное, большинству понятный, хотя, наверное, тоже надо уточнить, что ты имел в виду, что такое путь и кто такой воин. Но больше всего меня вначале интересует слово «метафизика». Что есть сие за слово, почему оно затесалось на нашем народном славянском радио, поскольку оно всё-таки, на мой взгляд, не совсем славянское, не русское. Оно совсем не русское, греческое слово. Буквальный перевод на русский язык обозначает то, что стоит после физики. В данном случае у меня, когда я искал название для книги, не нашлось другого аналога, который, скажем так, осветил бы проблему, которую я пытался в книге раскрыть. Поэтому я вышел на такой компромиссный вариант. Ну, плюс как бы слово «метафизика» сочетается с другим словом. «Эзотерика» опять непонятная для многих может быть. Это на «эзотерика» наука о скрытом. Плюс как бы метафизика и физика. Для чего ещё это слово вставлялось? Ну, задача стояла такая — показать, что всё в этом мире есть материя и энергия. То есть энергия не заканчивается после мира атомов. Она есть и дальше в виде информационных полей, полеусловное название. И, собственно говоря, вот эта первооснова бытия, мы с вами на этот счёт говорили, можно было бы дать основу бытия, но опять тогда пришлось бы расшифровать и говорить всё то же самое. То есть основа бытия — информация. Всё произошло от информации, от структурированной, и от той единицы, которая это всё сгенерировала. Ну, собственно говоря, вот это всё я попытался вместить в книге. Может быть, получилось сыровато. Прошу меня простить, читателей. Я работаю над тем, чтобы изменить некоторые моменты в книге. А книга вообще писалась в качестве передачи опыта. То есть будет ещё четыре книги, все посвящены тем или иным проблемам, связанным с развитием человека, со здоровьем, с тем, как устроено общество. И всё будет крутиться вокруг моментов, которые находятся в глубине за атомарным миром, откуда всё, собственно говоря, и происходит. Вот. Ну, это если коротко. Расшифровывая одно иностранное слово, ты вбросил ещё кучу иностранных слов. Ещё кучу слов, но говорю сразу. Значит, энергия, да, там, ну, энергия — это сила, наверное, вот то, что... Можно сказать, сила. Неупорядоченная. Да вот смотри, энергия. Эта энергия, вот если она просто разбросана, да, это неупорядоченная сила. Вот если мы задаём какой-то путь куда-то, да, луч, по которому эту энергию направляем, то это тогда превращается уже в движение, где энергия уже как двигатель движет что-то. То есть её можно уже использовать как движитель, двигатель, ну, по-разному. Да, мы сейчас можем говорить. Вот, а материя, казалось бы, не наше слово, но, с другой стороны, мать от слова мать происходит, поэтому в данном случае я принимаю это слово материнское что-то, вот на чём строится. И вот из этого уже лепится что-то. Если мы применяем слово сила, направление, материнское начало, у нас тогда лепится такой образ создания чего-либо. И тогда вот мы уже входим в нашу образность, русскую, славянскую образность. Итак, ты всё время упоминаешь слово книга, но ты не сказал, что за книга, где она выходила, когда она вышла, кто издатель и так далее. Давай с этого тоже как-то определение дадим для этого. Издательство «Белые альвы», книга называется «Метафизика и путь воина», вышла она в 2016 году. Но распространяется через это издательство и союзные структуры, которые занимаются распространением и книгопечатанием. Ты не Лев Толстой, не в больших объёмах пишешь тома? В маленьких? Какого размера? Да, это я сейчас скажу. Это на 525 страниц получилось. Нет, на 500. Ну, многовато, чуть-чуть бы сократил. А надо было по-хорошему её на две части разбить. Ну, извините, как-то не получилось. В следующий раз мы этот недочёт исправим. Хорошо, что есть, то есть. Итак, разобрались, что это такое слово «Метафизика» означает. Теперь «Путь воина». Путей огромное количество. Направлений по путям и сторону движения какую-то выбираешь, идти по пути в эту сторону или в обратную сторону, пересекаться, перестраиваться, передвигаться и так далее, тоже каждый выбирает по-своему. Что такое «Путь воина», что есть «Путь воина» в твоём представлении? Значит, связано объяснение это с тем, что я взял за смелость объяснить, что такое душа и как она устроена. То есть в книжке это всё описывается достаточно подробно. И слово «Путь» здесь прикладывается, связано со словом «Душа». То есть путь души в трёхмерном мире, в виде тела. То есть душа сидит в теле человека, она его оживляет и она им управляет. Человек об этом, естественно, не знает, потому что находится в состоянии неосознанности. Почему «воин»? Значит, есть, по моему мнению, несколько категорий людей, которые могут управлять процессами. Вот «воин», «торговец», «воин». Если мы берём это слово и раскладываем его с помощью букв славянской азбуки на составные части, то получается дословно следующий перевод. «Воин» — это душа, творец, активное начало, несущее в себе высокую вибрацию. Но нужно, может, повести, что такое высокая вибрация. У нас весь мир состоит из вибраций на доатомарном уровне. Вот в мире атомов идут волны, частоты, а до — вибрации. Вибрация как минимум трёхмерна. И вот эта интенсивность, совокупность вибраций образует тонкое тело, душу, из которого складываются её поступки, мировоззрение, мировозношение и мировосприятие. И, собственно говоря, «торговец» — это антипод «воина». И там, когда вы это слово будете переводить, проще бы там в книжке прочитать, то увидите, что это почти то же самое, что и «воин», но только он работает на себя. Так вот, перескакивая немножко с темы на тему. Вот у нас сейчас кругом сидят не «воины», у нас сидят торгаши, а в правительстве, в средствах массовой информации и так далее. На выходе мы имеем сейчас то, что имеем, и другого мы иметь не можем, потому что эти люди работают на свой карман, и эти люди никогда не будут работать так, как принято было работать в славянском мире всем миром. То есть вот в казачестве это принято, да и в обычной крестьянской общине. У меня есть друг, он из потомственных казаков, много очень рассказывал по этому славному русскому обычаю, как это всё дело делалось. Можно сказать, из первых уст я это всё услышал и так далее. Когда собирались все миром, и избы помогали строить друг другу, детей воспитывали. Вы же, может, знаете, что в славянской общине, если умирали родители, то детей никто не бросал. Их брали приёмные родители, они там воспитывались и становились полноценными гражданами, не гражданами, членами общины и так далее. То есть им не давали погибнуть с голову. Вот такие дела. Все эти вещи, к сожалению, в 1917 году были разрушены. И если они где-то и сохраняются ещё, как отголоски нашей родовой памяти, ну, это заслуга такой структуры, как раса, полевая структура и народ. Но об этом написано будет во второй моей книге, которая сейчас сдана в печать. Вот, более подробно. То есть всё идёт от программного обеспечения, которое находится как раз там, за атомарным миром, в основах бытия. Ну, как-то так. Будем кратце говорить, что в книге написано, чтобы наши радиослушатели поняли, следует ли ему эту книгу брать на вооружение или как бы так стороной обойти? А это на любителя. Дело в том, что каждый человек созревает в определённый момент. Заставить кого-то — нет. Если человек начал искать, рекомендую. Почему? Я, допустим, прорыл огромное количество материалов, причём, так скажем, не современных, а тех, которые печатались там в XVIII век, XIX, начало XX. Почему? Ну, это первоисточники. Люди писали тогда для передачи информации, а не для того, чтобы заработать бабло. Это труды эзотериков. А неважно. Там по крупицам приходилось собирать всю информацию, чтобы понять и сложить общую мозаику. Ну и так далее. Плюс материалы по современным исследованиям пришлось почитать. А потом эта картина как-то взяла и в общую картину, в мозаику и сложилась. Ну, возможно, пробелы есть, но я не настаиваю. Я как бы не волшебник, я только учусь. Уж не обессудьте. Вкратце книжка посвящена следующему. Ну, даётся описание неких первооснов физического мира. Причём он всё банально на уровне школьной программы. Ну, просто изложено относительно понимаемым языком, в отличие от школьных учебников. А дальше делаются аналогии. То есть, есть такой метод в герметизме. Ну, сейчас просто упомяну. Есть такой очень древний источник. Изумрудная скрижаль гермеса тресмегиста. И там, вот в этих древних источниках, сохранились те рекомендации, которыми потом в средние века пользовались в более позднее время. Собственно говоря, вся алхимия, химия и физика вышла из изумрудной скрижали гермеса тресмегиста. И все великие учёные-первооткрыватели по физике, по химии и так далее были одновременно алхимиками. Ну, алхимиками так не скажешь, нет такого слова. Но крутились опять около этих скрытых знаний. Собственно говоря, дальше я, используя метод аналогии, провожу примеры, параллель, собственно говоря, что душа человека повторяет углеродную структуру, но только на более тонком уровне. Почему? Подобное создаёт подобного, и подобное притягивается к подобному. На всех уровнях бытия. Можете свой жизненный опыт посмотреть, с кем вы дружите, общаетесь и так далее. Это люди, похожие на вас. Вы никогда не сможете иметь дело и разговаривать с человеком, который не такой, как вы. Ну, может быть, по делу сможете поговорить, но не более чем. Более близкий контакт у вас будет только с тем, кто подобен вам. Но вот всё остальное устроено точно так же. Может быть, не совсем корректный, удачный пример, но, тем не менее, есть этот принцип. Нужно понимать, что он работает. Надо просто внимательно исследовать любой природный феномен, и там вы это всё увидите. Так вот, раз душа подобна атому углерода, значит, она имеет такую же семеричную структуру, и, собственно говоря, связи между центрами устанавливаются точно так же, как в атоме. То есть информационный поток. Потому что душа – это информация. Ну, опять, термин условный. Информация, потому что надо это как-то обзывать. Ну, наиболее понятное всем слово – это информация. Поэтому это информационный сгусток, назовём его так, который сам себя не осознаёт. Вот. И дальше я как бы описываю, как этот сгусток работает, какие опасности у этого информационного сгустка могут быть на его пути следования по жизни в трёхмерном мире. А что такое следование пути? Это информационный поток практически. Есть же, по-моему, у китайцев поговорка, что в одну реку нельзя войти дважды. Ну, в любом случае, касается чего? Это же аллегория. То есть река – информационный поток. Информация обновляется каждый миг. И, собственно говоря, да, вы не вернётесь в прошлое. Будущее то ли будет, то ли нет. И имеет смысл жить только настоящим, пытаясь сформировать будущее, делая максимально всё от вас зависящее. Ну, собственно говоря, вот это, если очень коротко, об этом книжка. Много интересных моментов там найдёте. Для того, чтобы разобраться с тем, с чем попытался разобраться я, вам придётся перелопатить много книг. Проще эту прочитать, а потом посмотреть в других источниках. Я считаю себя продолжателем дела двух таких эзотериков, как Гуржиев и Успенский, которые популяризовали идею «Четвёртого пути», так называемого. Вот. И я опираюсь на их идеи, в том числе. Но это, если коротко. Как ты считаешь, какой возраст и пол твоих читателей данной книги? Да и мужчины, и женщины, ну, после 20-25 лет. Почему? Более молодые вряд ли захотят это читать. Более старые, ну, никогда не поздно учиться. Даже, скажем так, в преклонном возрасте. А более молодым просто всё равно интересы другие. Но, если кто-то хочет, пусть пробует читать. И, я думаю, не пожалеет. Дело в том, что я вот как делал, всегда делаю. Я, когда на развалах книжных выбираюсь, я вижу книжку. Если я чувствую, что она мне нужна, я её беру. Неважно, сколько она стоит. Я её, может, не прочитаю сейчас. Я её просто кладу, и она лежит. До нужного мне момента. Когда я сам созрею, я её беру и читаю. И вхожу то, что мне нужно. Книга – это же единственный уникальный источник передачи информации, который находится вне времени. Если вы проанализируете, какие у нас источники есть, чтобы получить информацию. Ну, книги – самый полный материал. Дальше. Ну, видеофайлы я не рассматриваю. Это недавно всё появилось. Так же, как и аудио. Да потом для их декодирования нужно определённую систему. Если, допустим, всё записано было на бобинах магнитных, ну, пойдите сейчас, найдите магнитофон. А если древний источник какой-нибудь там 7000-летней давности, так точно вы не найдёте систему декодирования. Археологические раскопки и свидетельства очевидцев. Всё. Больше других источников нет. Свидетельства очевидцев – это локальные сведения о событии, которые охватывают максимум 100-летний промежуток. Археологические раскопки – весьма специфический источник информации, который можно трактовать как угодно. Всё равно он будет взаимосвязан с письменным источником. Всё фиксируется на бумажном носителе, а потом уже исследования делают какие-то выводы. И то не сразу, спустя 5-10 лет и так далее. Это дешифровка письмён, анализы сравнения артефактов с другими подобными и так далее. Но и то они всё не скажут. Они не скажут об обычаях, ничего сверхъестественного и так далее. То есть всё равно нужно искать археологам и историкам дополнительные источники. Такой письменный источник – самый оптимальный вариант, который бы передал сквозь века информацию. Но есть ещё один источник, он, скажем так, очень узенький и доступный единицам. Это когда человек может заглянуть в будущее или прошлое. Вопрос, как он опишет то, что он видел, и поймёт ли он, к какому веку это относилось и так далее. Это очень непростой источник, и он субъективен всегда, как вся информация, которая касается до всего, что связано с миром, скажем так, основ бытия, ну, мира метафизики. Всё, что вы сможете увидеть за атомарным миром, это будет только ваше личное мнение и видение. Вот и всё. Когда вы будете говорить о том, что это существует, ну, доктора будут щупать вам лоб, крутить пальцем у виска и говорить, что вы, наверное, сумасшедший. Ну, бывает. К сожалению, у нас докторов учат. Ну, в общем, не тому учат, особенно психиатров. Печально так ты подвёл. Возвращаясь к книге. Вот книги, на мой взгляд, я могу ошибаться, своё мнение говорю, отличаются друг от друга направлениями. К примеру, есть книга для развлечений. Вот просто написано красивым языком, какие-то образы рисует о природе, о птичках. Всё замечательно, здорово. Есть книги, которые рассказывают об отношениях. Такая скрытая психологическая какая-то драма. И вот там учат людей друг с другом общаться. Кто-то учит добру, как выходить из ситуации, а кто-то как дом-2. Та же самая помойка, только в книге. Да, генерация скандалов и так далее. Да, да, да. Есть какие-то книги научные, где рассказывается о том, как, чего делать по химии, по физике, по литературе, по чему угодно, по истории и так далее. Есть книги фантастические. Опять же, хорошие, плохие, не рассматриваем. Но фантастика, чего якобы нет и быть не может, но вот в книге это всё дано. Есть книги какие-то, может быть, ещё. Вот, на твой взгляд, книга, которую ты написал, она к чему больше относится? Ну, это не научная работа точно. Ну, не фантастика, тем не менее. Ну, как бы не хотелось употребить здесь это слово, это была попытка написать что-то типа учебника по эзотерике или по метафизике по той же. То есть, имеется определённая система разрозненных знаний, она соединена воедино и указываются параллели и взаимосвязи. Это как подсказки для человека, который начал искать. Вот, скажем так. Она касается широкого спектра вопросов, тем более всё, что связано с душой, это и поведенческие аспекты и так далее. Но там не говорится, делай так, делай вот так. То есть, никаких там догм нет. Вы можете согласиться, прочитав информацию, можете не согласиться. Это ваше дело, ваше мнение, и вы имеете на это право. Это ваше мировоззрение. Но когда-нибудь наступит момент, и ваше мировоззрение поменяется. Потом вы вспомните эту книгу и скажете, опа, автор-то, оказывается, дело писал или говорил. Поэтому это была попытка написать учебник. Но только не занудный. Хотя мне там писали в комментариях, что нудновато местами. Согласен. Но писалось для скептиков, материалистов, которым надо разжёвывать вещи, которые, допустим, людям, скажем так, незакомплексованных и не зацикленных на том, что мир заканчивается на уровне атомов, то есть которым не надо было объяснять определённые вещи. Вот пришлось этим пожертвовать. Так бы книжка была короче. То есть пришлось очень подробно разжёвывать вещи, которые для эзотериков, они очевидны и так далее. Ну, такие дела. Вот я так просто к себе примерю, почему я такие вопросы задаю. Вот взял эту книжку, и что в конечном итоге я могу из неё выяснить? Всё-таки это путь воина. Я что, стану воином, достану сабли, там, револьвер, что-то ещё начну стрелять, рубить всех, драться, там, ушу, и так, 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 и так. Нет, это просто сборник подсказок, который, ну, начнём с того, что будут две книжки, которые одна посвящена будет как раз боевой системе, практической части, а вторая посвящена подготовительным упражнениям, которые необходимо делать современному человеку, если он хочет вообще сохранить своё здоровье при современном уровне медицины и при тех ценах, которые существуют на медикаменты, на медицинские услуги и так далее. Но, значит, практика без теории, она неполная. Так же, как теория без практики. Поэтому вот эта книжка – это теория. Можно принимать, можно не принимать. Но, когда вот мы говорим о воинском искусстве, те же говорят – воинский дух, воинские искусства воспитывают, воинский дух и так далее. Давайте тогда разберёмся, где у нас дух находится. Вот где он находится. Все слова это употребляют. Его затаскали. Ну, так вот, чтобы понять, что такое дух, нужно понять, что такое душа, потому что это неразрывно связанные понятия. Дух находится внутри души, и дух – это частица создателя. Дух имеется только у человека, у животных его нет. У них структура матрицы устроена по-другому. И если вы стали на путь воинского искусства, на тренировку, на развитие и так далее, то вам было бы неплохо просто эту информацию знать, что дух вы сможете развить. Только если вы добьётесь через определённые практики центрированности, непривязанности и так далее. То есть есть состояния воинские. Причём, как бы, будь воин – это не обязательно человек с мечом. Вы можете быть обычным офис-менеджером. Точнее, там, не хорошее слово, не наше. Ну, да ладно. Кем-нибудь. Да всё трогаешься сегодня. Прямо слово за. Хорошо. Всё, хорошо. Не буду эти слова употреблять. Ну, неважно. Да не в обиду дворникам, каким-нибудь дворникам. Неважно. Грузчикам, рабочим обычным. Но при этом вы будете воин, внутри. Это вот внутреннее состояние, которое у вас никто не отберёт, если вы его сами не захотите отдать или утратить. Ну, то есть проявите слабость, начнёте проявлять некоторые качества, которые не должны быть у воинов. Ну, холопские там качества, подлость и так далее. К примеру. Как это рисовал? Бригада боевых дворников. Классно. Ну, почему? Не важно. Я говорю просто, это не связано с профессией. То есть это состояние духа, да, получается? Это состояние духа и души. Всё. Вот это нужно понять. Это состояние и мужчины, и женщины. Наши русские, кстати, женщины-славянки в этом отношении более духовиты, чем женщины других народов. Но опять это связано с тем, что, это я забегаю вперёд, говорю по второй книжке, русский народ, там, когда раскладка идёт по соотношению вибраций, это народ, который имеет большое количество высоких вибраций и минимальное количество низких соотношений. Ну, инь-янь. Опять ругнусь, но это китайский символ. Надо на него ориентироваться. Китайцы сохранили, так же, как индусы, в своём багаже некоторые осколки древнего знания, которые были утрачены у нас, к сожалению. Ну, почему утрачены? Климат, не сохраняются письменные источники, потом, может, где-то что-то лежит, но ведь долгое время археологов и историков не допускали в раскопки на Алтай, в Сибирь это все заинтересованные люди знают, интересующиеся точнее, потому что считалось, что там была дикостепь, гуляй-поле, камни и лес, и больше ничего. А когда стали копать, оказалось не так всё просто. Это к вопросу о Великой Тартарии существовании, о том, что России и славянам не 900 лет, и письменность нам не приносили некие кочевые люди из Средиземноморского бассейна. О, как ты охарактеризовал-то. Ясно. В общем, нам говорили, не суйтесь, там всё равно ничего нет. И многие же верили, да? И не совались. Я исторический факультет заканчивал, и я вам скажу так, Алексей. Вот учили быть агитатором, не учили искать истину, не учили детей учить правильно. Поэтому я по специальности не работаю. Ну, в сочетании с современным законом, который делает преподавателя бесправным человеком по отношению к нынешним подонкам, скажем так, которые сидят в классах с камерами и доводят учителей до белого коленя. Я чувствую, там бы пришлось туговато тем, которые бы попробовали тебя до белого коленя довести. А я, да, у меня был такой печальный опыт. После проведения воспитательной работы в классе 35 минут висела тишина, муха пролетит, её было бы слышно. Углубляться не будем. В общем, после этого ты в школе не работаешь. После этого в школе я не работаю. Да. Меня там боялись. Понятно. Причём не только ученики, но и учителя, да? Учителя нормально. А когда я проходил мимо кабинета директора, то слышал, как там кто-то быстро прячется под стол. Ладно. Хорошо. Хорошо. Давай я сейчас буду зачитывать вопросы из чата и реплики, чтобы как-то наш разговорчик так освежить и уже подтянуть наших радиослушателей уже в наше общение. Итак, реплика в эфир. Сразу вот как начался эфир, Виталий нам написал. Метафизика – это что-то было до физики, если я правильно помню. Но ответ ты уже дал. Реплику я просто зачитал, потому что она поступила, я её зачитываю. Идём дальше. Вопрос в эфир от Ярагора. Вадим, ты в своей книге выделил одно из учений, представителем которого является Яо Ченчжун. Вот да, тяжело читать такие слова. Вопрос, почему ты выбрал это направление, несмотря на то, что подобные знания есть и у нас в виде учений казачьего Спаса или в том же Китае в семье так называемых школ внутренней семьи? Объясняю. Значит, знакомые с казачьим Спасом. Почему Ченчжун? Ну, это, кстати, внутренний стиль. Он относится к примерно десяти живущим ныне мастерам, которые действительно являются настоящими мастерами. Его ролики короткие есть в интернете, и там на этих роликах, на семинаре даже моё лицо заметно. Мы просто к нему ездили проверять свои наработки, а из всех китайцев он, скажем так, меньше всего похож на китайца. Он делился знаниями с нами, как русский с русскими, славянин со славянами. Единственное, в чём была проблема, в том, что у них мировоззрение другое, связанное с эроглифической письменностью и так далее. То есть возникали смысловые тупики, которые приходилось обкатывать, обходить путём подбора необходимых образов. Правильное слово «образ». Некоторые моменты он так и не смог, кстати, сказать, но мы понимали, о чём он говорит. Поэтому как бы я выделяю его. Он наиболее честный из всех представителей азиатских структур, которые здесь что-то преподают в России. Почему казачий спас? Ну, мы применяем элементы, которые они применяют. Это всё крутится вокруг одного и того же. Не подумайте, что там что-то сверхновое. И есть принципы. Вот принципы работы тела, они везде одинаковы. Я могу сказать, вот есть такая система Гамоюна, он там прекрасно всё показывает. Выходится он из системы Кадочникова. Есть, допустим, хорошая система... Сейчас, хотелось быстро сказать. Хорошая система Шаминёва, но он традиционное каратэ преподает. Но тем не менее. Но подводящие упражнения, которые правильно выстраивают структуру тела, они одинаковые. И секрет не во внешнем движении, а в подводящих упражнениях. Вот когда это поймёшь, то, в принципе, дальше получится и может работать любая система. Принцип везде один и тот же. Вот как-то так. Вот это я буду там дальше в книгах описывать, которые пока пишутся. Ну, одна выйдет летом, надеюсь, по базовым принципам. А вот по практическому применению, наверное, в следующем году. Ну, если буду жив. Вот как-то так. Понятно. Ты упомянул фамилию Кадочников. Фамилия хорошо известная. И стиль его завораживает. Когда смотришь, как он действует, и сын его, но и люди, которые постигли эту систему, просто заворожительно смотреть, как это всё с лёгкостью делается. Как они разбрасывают людей, которые большого такого размера по сравнению с ними. Он сам-то не очень такой богатырь, скажем так. Да, то, что он делает, в общем-то, восхищение достойно и восхищение вызывает. Он говорит, что получил эти все знания по своему родовому направлению. И его предки, они относились к этому направлению. Он оттуда много взял и, может быть, там что-то, может, доделал. Но всё это принадлежит его предкам. Поэтому, наверное, и задан был вопрос в связи с этим. Почему всё-таки ты искал на Востоке, а не среди наших? Ведь если кадочников и другие люди… Ну, кадочник какого-то просто образ такого человека известного. Не в обиду другим, тоже мною уважаем многим людям. Почему именно уточнение? Всё-таки там, да, это известный человек, да, ты говоришь, что он во многом как с русским общается, и внешность у него такая. Но всё-таки основа-то, какие-то постановки или что-то ещё восточное, восточное, оно всё-таки отличается генетически по роду, по крови от нашего. Я скажу так, да. Оно по мировоззрению отличается. Да, а генетику ты не учитываешь? То есть рот и кровь ты не учитываешь? Нет, рот я учитываю, так ген и рот есть одно и то же слово. Так я про то и говорю. Ты разве не учитываешь? Учитываю, конечно. У нас другие вибрации у славян. Я вот по опыту тренировал когда-то детей. Скажу, что наши никогда не будут работать так, как работают азиаты. Мой тренер всё время называл их муравьиной нацией, нацией насекомых. Вот они как насекомые. Кучей собрались, джу-джу-джу-джу-джу. Наши никогда так не будут. Наши внутри все свободно-вольные. Просто этот вектор нужно каждому задавать свой. И почему как бы... Не хотелось бы тему Кадочникова затрагивать, понимаете? Я занимаюсь боевыми искусствами давно. Почти 40 лет. Значит, и у меня такой сложный криволинейный путь от восточных систем пройден до... Мы такую свою систему наработали, которая является синтетической. Причём как бы и Кадочникову занимались. Вот мой друг, он у него там очень хорошо сидел крепко. Есть там слабые моменты, мы от них отказались. В книжке я их опишу. Ну, не в обиду тем, кто занимается в этой системе. Но слабые моменты там есть. Значит, у него же есть информация о том, что эту систему он получил не из родовых каких-то традиций, а в группе, в количестве нескольких офицеров был отправлен в Китай, где им эту систему преподали. Один из внутренних стилей. Значит, мне об этом рассказывал мой тренер, а ему там рассказывали люди, которые связаны были с этими всеми структурами. Ну, кроме того, эти видео есть ещё и в интернете. Там, по-моему, его бывший компаньон... Чёрт, фамилию забыл. Хотел быстро сказать. Который там всё без контакт преподает. Вот. Нестаров, как же ж. Вот он об этом рассказывал. В том числе. Поэтому, как бы, я не люблю... Алексей, понимаете, такую вещь. Это старая такая вещь. Россия, родина слонов. Что у нас всё родилось. Да, родилось. Вопросов нет. И от нас это пришло в Китай. И китайцы очень многое сохранили. И моему тренеру, допустим, они говорили, что, ребята, вот это, это не наше искусство. Это ваше. Оно с севера пришло. Это ваше. Ну, так получилось, что эти насекомые это ухитрились сохранить. А у нас, ну, где-то, может быть, в роду были казаки-пластуны. У кого-то. И какие-то традиции они дали. Ну, вот так вот вы по-хорошему покрутите в голове. Вот у нас последние сто лет идёт геноцид коренного народа. Значит, куча казаков была вырезана. Вынуждена была уйти за границу. И так далее. Много могли традиций сохраниться, так вот, по большому счёту. Только где-то в такой глушитьму таракане. В Сибири и так далее. Поэтому, как бы, проблема в чём? Если наши изобрели какую-то синтетическую систему, то не зазорно, допустим, ну, лично мне сказать, что я взял основу, допустим, какую-то оттуда, но добавил в неё наше славянское миропонимание. И славянскую практичность. Вот и всё. И когда так говоришь, ну, во всяком случае, мне не стыдно говорить, что я там что-то сочинил. Ну, я говорю так, как есть. Если кто-то настаивает на том, что у него там древние казацкие традиции, ну, да, может быть. Может быть. Не спорю. Там в интернете много всего можно найти. Гипербореи, борьба, ещё какая-то там фигня. Понимаете, а все эти люди, когда на них смотришь, они вышли либо из карате, либо из какого-нибудь там китайского ушу, а потом придумали это и преподают за бабки другим людям, которые искренне верят и болеют, что это вот наше, исконно, русское. Можно ж любых словес накидать на систему, если ты немножко даже АЗ освоил принципов базовых, и у тебя всё будет получаться. Но ты людей будешь обманывать. Вот я никого обманывать не хочу, я поэтому просто говорю, что честно. Я брал информацию оттуда, но в то же время и наши источники черпал. Кстати, вот эти все синтетические системы, которые появились, именно боевые, они все русские, славянские. Я же говорю, тот же Гамаюн, допустим, работает. Он вышел из када, ящиковцев, насколько я знаю. Но он очень серьёзно вырос и очень классные вещи даёт. Замечательная система, всё, что я могу сказать. Я лично, к сожалению, с ним не знаком, но вот то, что я видел в интернете, шикарно. Ну, мы похожее делаем, всё, что могу сказать. Потому что крутится всё вокруг одного и того же. Он её называет там казачий вар, упражнение вокруг котла. Но он может и в интернете загуглить, посмотреть. Хорошие у него тренировки. Вот он даёт хорошие принципы. Но начинал он немножечко в другом месте. И так далее. Просто когда человек не начинает придумывать себе героическую историю, а честно говорит, что у него был сложный путь поисков и там лишений, размышлений и так далее. Ну, это нормально. Хуже, когда он начинает говорить, что вот у меня прямая передача там в десятом колене. Я весь такой крутой и так далее. Я так не говорю и я таким не являюсь. Понятно. Благодарю тебе. Хорошо всё разъяснил. Идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Измытича. Здравия, Вадим. Хочу услышать твой ответ. Вадим, я бы тоже свои наработки изложил на бумаге или, может быть, даже поучаствовал в эфире. Но меня вот что останавливает. Если я расскажу достаточно много, то сказанные мною начнут бездумно копировать, вставлять куда попало, не вникая в совершенно и совершенно искажая при этом суть и неся вред. Кроме того, не очень хотелось бы сталкиваться с силами глобального жречества, ибо риск быть утилизированным за просвещение не равен нулю. Как выйти из этой ситуации? Владимир, ну я вам скажу так. Война ведь у нас на всех уровнях идёт. То, что сейчас идёт, это война. Допустим, та информация, которую я запустил в качестве обмена, она, ну, за меньшие убивали. Вон, Пахлёбкина, историка, забили насмерть. За работу истории одного псевдонима, про сталинский псевдоним, про то, как евреи меняли свои фамилии и так далее. То есть, когда вы поковыряетесь в новейшей истории, вы таких примеров найдёте многое. Если вам есть что сказать, напишите это и попробуйте через наше славное издательство «Белые альвы» это издать. Вам вот, Алексей, телефон, да, адрес подскажет уже. Найдёте в интернете, загуглите, да и всё. Я полагаю так, что сейчас такое время, что всю информацию, которая может помочь остальным, нужно давать. Объясню, вот в чём проблема была, допустим, ещё сто лет назад у тех же восточных монахов, которые там крысили всё по своим монастырям. Вот они сидели внутри своей школы. Потом носитель традиции умирал, и цепочка информационная прерывалась, пока не находился какой-нибудь очередной там товарищ, который получал информацию из информационного источника, который находится за атомарным миром, и, собственно говоря, опять давал эту информацию людям. Выдавая её за какую-то древнюю информацию. Всё крутится вокруг одного и того же. Поэтому давать информацию нужно. А бояться этого жречества, ну, тогда нужно бояться на войну идти, не знаю. Я не боюсь, например. Мне плевать. Если таковые люди захотят со мной каким-то образом разобраться, ну, пусть попробуют. И вам советую тоже не бояться. Вот вся проблема в человеческом страхе. А когда вы осознаете, что самое главное, есть ваша душа, которая бессмертна, и которую не имеет смысла убивать какими-то страхами, подлыми, низкими поступками, ну, вы увидите, как расширится горизонт вашего мировосприятия и мира отношения заодно. Вот эти вещи взаимосвязаны. Я в книжке старался описать. Ну, не знаю, насколько полно получилось. Извините, тема очень обширная. Поэтому чем больше мы будем говорить и чем нас будет больше для информационного обмена между собой, тем будет лучше. Это вот хвала интернету, что он есть, потому что еще 40-50 лет назад эти ребята могли вам издавать такие документы, как катехизис евреев СССР 46-го года и между собой там делать между собойчики. А все, честно, работали на общий котел, строили заводы, фабрики, а эти работали вот по этой бумажке. Если вы ее не читали, почитайте. Очень интересный документ. И очень интересная история его происхождения. Это подлинный документ, это не фальшивка. Ну и так далее. То есть мировое жречество, оно там может делать свои дела, это просто те ребята, они, ну, скажем так, есть высокая вибрация, есть низкая, есть определенные силы. Это, конечно, вопрос спорный, я там во второй книжке этот вопрос поднимаю. Просто почитайте, кому поклонялся Моисей, от кого он получил информацию. Ну, это очень просто. Второзаконие открываете и читаете. И вошел Моисей во мрак, где Бог. Ну и так далее. Мраком у нас что обозначают? Мраком обозначают структуру, которая связана с демонизмом, какими-то темными сущностями и так далее. А там очень интересное описание дальше идет. Туман, трудный звук, от которого там все люди падали на Азию и так далее. То есть, что это было за сила? Да кто его знает. Но не надо считать вот этот документ под названием Библия сборником сказок. То есть, в любой книжке всегда есть доля истины. Ну, может быть, ее там чуть-чуть. Ну, так же вот как мифы. Все же думают как. Ну, не все так многим навязывают просто стереотип. Миф — это некая выдумка древних людей, которые всего боялись, там сидели у костра и так далее. Да сейчас. Это искаженная веками просто устная передача информации о том, что было там тысячу, две, три лет назад и так далее. Она зашифрована зачастую. Но поймите, что мировоззрение человека за это время очень сильно поменялось. Человек, который там жил две тысячи лет назад, выживал, он не мог говорить так, как говорит современный человек. И вот к вопросу, кстати, о языке. То есть, в некоторых случаях, почему я использую те же самые иностранные слова, ну, в русском пока аналогов нет. Поэтому надо использовать эти слова там, где это допустимо, но в очень ограниченном виде расшифровывать значение того или иного слова. Такие дела. Всё равно старые славянские тексты приходится расшифровывать и искать смысл слов. Ну, декодировать по-любому. Вот и всё. По-хорошему в школах нужно вводить такой предмет, не просто русский язык, а история русской азбуки, где нужно детям рассказывать, что значит та или иная буква, что у неё есть определённые смысловые значения и образы, которые за ней стоят, что написание и произношение — это две разных вещи. Есть буквы, которые ты не произносишь, но обязан записать. Почему? Когда ты записал, ты потом берёшь дешифровальный словарик, открываешь его, и буковки все читаешь и понимаешь, что вот это значение слова правильно. Это так называемые первородными словами называю, которые даны человеку вместе с его душой, и это способ кодирования, декодирования информации. То есть у нас всё происходит через мозг, а мозг — это что такое? Это бортовой компьютер, который преобразует высокую вибрацию в низкую частоту, всего-то навсего. А все считают, что там вот и сидит сознание человека. Да ничего там не сидит. Сознание сидит в душе, сущность. Ну, в книжке, кстати, описываю, чем сущность от Личности отличается и так далее. У нас здесь слёзы ног на голову перевёрнуты. Ты должен стать Личностью. Да нет, Личность как раз — это личина, это ложная. Сущность — это главное. А сущность, вот она на ребёнке, допустим, видна. Дети до шести лет где-то, они представляют собой сущность, а потом это начинает под наслоениями прятаться. И на выходе уже получается личина. Но это нормально, так и задумано, тем, кто всё это создавал многомерно. Ну, вот как-то так, не знаю, ответил я на вопрос, не ответил. Постарался, не взвёрнуто. Я со многим согласен, что ты сказал. Единственное, что если уж мы говорим про изучение наших образов, которые заложены у нас в нашем языке, то в этом случае, наверное, надо правильно говорить не про азбуку и не про букварь, а про буквицу. Потому что азбуки — это уже упрощённое, да. А вот если мы говорим «азбога, веда и глаголя добро», уже где образы заложены, то это более серьёзно. И второе, с чем я не соглашусь в данном случае, я не знаю, почему ты сказал, что в русском языке нет слов, которыми можно что-то изобразить. Русский язык, как наследник великого пра-языка славянских, из многих языков, он содержит в себе настолько много понятий, образов и словес, которыми можно описать вообще всё, что угодно. Ведь многие писатели говорили, нет ничего в мире такого, что не мог бы описать великий и могучий русский язык. И многие другие языки, они упрощённы по сравнению с нами. И как я разговаривал, сейчас не буду национальности говорить, человек из Европы, живущий в одной европейской стране, он сам вырос здесь, в России, а потом эмигрировал туда, потому что у него корни оттуда, европейская страна. И вот он говорит, когда я ехал, я ехал на родину, когда приехал, я увидел, что здесь я чужой, потому что я воспитан как русский человек. И когда я знал тот язык, мой исконный язык, настоящий, но не до такой степени, когда я стал сравнивать с русским, я понял, что говорить на том языке – то же самое, взять тот палка, взять, пошёл туда, это настолько упрощено и непонятно мне было, что я свой менталитет перестраивал. И до сих пор я остаюсь русским человеком. Хотя по национальности я не русский, я европеец, указывает на эту страну. То есть вот в этом я с тобой не соглашусь. А всё остальное замечательно сказано. Я, Алексей, в принципе, вклиню свои пять копеек, в принципе, согласен с тобой, просто для написания книги, ну, лично мой багаж пока не позволяет всё заменить. Ну, буду учиться, что ж, все мы учимся. Ничего страшного. То есть постараемся впредь использовать только наши слова. Да, вот мы с тобой разговаривали, и не только с тобой, с другими разговаривали. И всегда мы приходим к одному и тому же с теми людьми, которые интересуются нашей древностью. Не просто пришли что-то рассказать, свои какие-то умные заключения, а интересуются древности. И вот мы приходим к одному и тому же. Ведь слово — это не просто так. В слове заключается некий образ, который порождается для того, чтобы человек что-либо донёс до другого человека или других людей. Получается, что вот ты правильно заметил, на мой взгляд, что кроме мозга мыслей-то там нет. Мозг — это сегодняшняя вычислительная машина, которая притягивает мысли, как приёмник притягивает определённую настроенную волну, потом трансформирует, переводит в какие-то образы и понятия, понятные человеку, исходя из того общества, в котором он живёт, из воспитания, вернее, этим обществом полученные. И потом он их трансформирует уже в понятный образ для того, чтобы выразить, подбирает слово и выпускает наружу. И вот как раз слово — это то, что «словите». Другие люди ловят этот образ. И получается следующее. Человек создаёт некий образ, исходя из тех знаний, которые к нему вошли. Дальше он это превращает в образ. Этот образ через слово выбрасывает из себя, выводит в мир. В миру этот образ приобретает значимость, то есть мысль становится материальной, и дальше мир приобретает эту мысль, и как большой копировальный аппарат увеличивает её в размерах и отдаёт обратно. То есть даёте вы добро — получаете добро. Даёте недобро — получаете недобро. Всё очень просто. Поэтому русское слово, которое нам по роду, по крови близко, оно и отвечает нашим всем установкам. И в этом случае мы порождаем то, что близко нам, наши образы. И мир отвечает тем, что даём мы. Если же мы употребляем вот эти безобразные, безобразные иностранные словцы, которые каждый трактует по-своему, мы можем булмичить, мы можем там щёки надувать, пальцы веером, каким-то там дипломом, с учёными степенями и так далее, кичиться. Но при этом ничего в нашу сторону лучшего не делается. Мы сотрясаем воздух, в то время как другие люди, у которых тоже есть небольшая часть образности, ну небольшая по сравнению с русскими, да, с славянскими словами и образами, они в этот момент занимаются делом. И мы потом удивляемся, а почему вдруг так происходит? Да потому что мы пустословили, а они занимались обычным таким делом, распорядок у них есть, в этом году мы делаем это, через 10 лет у нас будет это, через 100 лет вот это, через 1000 это. Их и не волнует, что они 100 лет не проживут, их не волнует, что через 1000 лет их даже никто не вспомнит. Они, как вот это слово, там муравейник применил, вот они просто трудятся, они просто работают, как машины. Они проводники низких вибраций. И делают своё дело. А мы пустословим, применяя чужие слова какие-то, не знаем, о чём говорим, умничаем, философствуем, что угодно делаем, кроме жизни, кроме рождения своих родных образов и улучшения этого мира. Вот чем мы занимаемся. Согласен. Я об этом там в книжке тоже упоминал. Вот вклинюсь, как бы скажу. Допустим, слово патриот. У нас все орут в интернете там «я патриот» и так далее. Ребята, этимологию слова этого происхождения слова, не этимологию, происхождение, посмотрите. Английское слово было рождено в Англии, причём не англичанами, естественно. И обозначает нахождение в противостоянии королевской верховной власти. А в России есть такое нормальное слово «родину люби». Вот очень всё просто. Родину любить. И больше ничего не надо. А когда ты говоришь «я патриот», я всегда прошу, а что ты под этим подразумеваешь? Ну, когда человек говорит «я родину люблю», я говорю, а нахрена ты тогда применяешь аналог иностранного слова, который даже не знает, какое значение имеет и так далее. Они понабрасывали всяких слов «социализм», «коммунизм», «толерантность», «фашизм» и так далее, «национализм». Ну, все вот эти слова, кстати, «наизм», они же как бы несут в себе отрицательную подоплёку. Русский язык, он великий и могучий, он эти подсказочки-то даёт. Я вот сколько анализировал большинство слов. Ну, вот все вот эти пустословы, они «наизм» заканчиваются, как правило. Не все, но многие. То есть, это как генетические продукты. Кроме вреда и яда для души, они ничего не несут. Вот то, о чём ты говорил, о том, что люди просто говорят на разных языках, это малая доля опасности. Большая доля опасности заключается в том, что когда человек запускает в себя иностранные слова и начинает оперировать только ими, он утрачивает мировоззрение, мировосприятие, мироотношение его народа. Вот. А это уже начало болезни со всеми вытекающими последствиями. Ну, душевная, естественно, болезнь. Потому что болезнь души, она связана с трансформацией информации и с правильными и неправильными действиями. Вот как-то так. Ну, вот смотри, у нас в древности было слово в одном из жреческих направлений, слово «патр» означает «старший». В дальнейшем вот это слово «патр», оно как-то из-за лексикона, но в обычной не применялись. У нас есть «бать», «отец», ну так далее, там «глава», «начальник», то есть который дал начало, да? Не «начальник», который дал начало. И оно как-то вот, когда стало переходить вот туда, на запад, оно «патр», то есть у них стал старше. Естественно, что когда король, то есть кинг старшим стал становиться, естественно, вот это «патр», для него это было вот то, что ты сказал. И, конечно, в итоге это превратилось в патриотизм. А по-русски что? Есть слово «отечество», есть «отчизна», есть «родина», есть «страна», есть «держава». Вот сколько у нас понятий, они друг от друга отличаются. Но мы всегда почему-то можем для одного понятия, например, «отечество» применять все слова. И думаем, что это синонимы. Да нифига, ребята, это не синонимы. Это совершенно разные слова, несущие разный образ. Они могут сопутствовать друг к другу, они могут дополнять, уточнять, но это разные слова. «Отечество» — это слово «отец». «Отчизна» — это уже немножечко другое, связанное с твоими, где твой отец и его отцы жили. Это уже множество отцов. «Родина» — это где ты родился. Это место рождения. «Страна» — это та сторона, к которой ты относишься. Она может быть внутри «родины», внутри «отчизны», внутри «державы». «Держава» — это то, что строй. Это строй, по которому строится всё. Это устройство общества и так далее. То есть, как видите, вроде бы казалось, нам сейчас в голову, и теперь нам ещё и государство в голову вложили, что совсем другое обозначает. И мы всё это почему-то приравниваем. А вот от этого приравнивания идёт оскуднение нашего представления о мире. И мы превращаемся в каких-то зомбанутых, которым любое слово становится безобразным. А раз ты мыслишь безобразно, ты становишься сам безобразным. А потом удивляемся, а что это такие кривые зеркала, когда я в них смотрю? Вот Васька смотрится, у него прямое, а я смотрю, у меня зеркало кривое. Но зеркало не виноваты, если рожа кривовата. Абсолютно согласен. Ладно, хорошо, идём дальше. Тут, кстати, вопрос был ко мне, а я что думаю, да, вот там продолжение. Алексей, а ты что думаешь? Это мы так долго отвечаем с тобой на вопрос. Владимир Изамитич, да. А что я думаю? Я, примерно, так же и думаю, что, во-первых, слово «жречество», на мой взгляд, здесь упомянуто не кстати, потому что жизнь рекущей не может речь, вернее, говорить или предлагать что-то уничтожающее, потому что жизнь и уничтожение это несовместимые вещи. Поэтому жрец, он может только быть жрецом рекущим, то есть не просто говорящим, а и воплощающий, двигающий, доносящий жизнь. А если ты говоришь про жречество, которое уничтожает, это не жречество, это по-другому называется. Поэтому не надо бояться жрецов, как ты говоришь, глобального жречества. Это не глобальное, это глобальные выродки, которые пытаются всех починить себя. Почему не надо бояться? Потому что если ты на стороне богов, то кто против тебя? Простой вопрос. И те жрецы настоящие и боги, если ты доносишь правду, то есть по праве, и правда — это высшая, и в правде сила, и в правде Бог, то в этом случае кто может быть против тебя? Поэтому страх, да, страх бывает, существует, у страха глаза велики, но за страхом мы теряем голову, за страхом мы теряем рассудок, за страхом мы теряем чувства совести, понятия совести, саму совесть можем потерять и так далее. Каждый выбирает для себя, каждый выбирает по себе. Сидеть в норке, как премудрый пескарь всю жизнь, или всё-таки жить. Это отличия большие. Идём дальше. А вопрос, не вопрос, дополнение маленькое. Для Володи. Владимир, начните с узкого круга людей, которые рядом с вами. Не надо выходить на глобальную арену. Просто есть методы, ну, сами знаете. Берите на вооружение метод нашего противника. А это передача лицом к лицу в узком кругу. Вот и всё. Хотите в интернете, можете в интернете, но в интернете, вы сами понимаете, сидят товарищи, которые отслеживают, он как женщину на полгода посадили, непонятно за что. За то, что она рассказала про преступление. Поэтому берите на вооружение тактику врага и работайте по ней. Это нормальный способ. Партизанскую войну никто никогда не мог победить. Во все века. Они этот метод использовали до той поры, пока не создали своё государство в 1946 году. И с тех пор всё резко изменилось. Сейчас ты призовёшь всех к вилам, к топорам и к ружьям. Нет, позже упаси, не надо никаким вилам, к топорам. Разъяснительная работа – это сейчас самая главная работа. Потому что у многих крыша съехала на бекрень именно из-за того, о чём мы сейчас с тобой говорили, что много иностранных слов вброшено в мировосприятие человека, навязанной ему пропагандой, средствами массовой информации. И на выходе человек не понимает, что говорит. У наших, у многих людей нормальные, в общем-то, подвижки, взгляды, основа нормальная. Ну, теоретической базы мало. Вот и всё правильное. Поэтому я никаким переворотом не призываю. Я призываю к разъяснительной работе. Я это подчёркиваю. Революция не наш метод, уже неоднократно мы говорили. Хватит нам потрясений, хватит кровопролитий. Потому что революция, она всегда известна кем, на чьи деньги и для чего делается. Это не наш метод. Если вы ещё не поняли, что такое революция, посмотрите за последние 10 лет, сколько было различных революций в ближнем нашем окружении, в далёком окружении. И посмотрите, что после этих так называемых революций с народом делается, со страной делается, с культурой делается. И кто в конечном итоге приходит к власти. Если вас ещё это всё не убеждает, ну, тогда вспоминайте 17-й год, последствия, вспоминайте гражданскую войну, как рубили русские русских и так далее. Что потом из этого получилось, и как всем было здорово и замечательно. Если вы всего этого хотите, давайте, берите коле и идите своим братьям по головам стучать. Но что из этого получится, я предупреждаю, ничего хорошего из этого не получится, потому что на каждый кол найдётся дубина с шипами побольше. Да они этого сидят и ждут. Ну, кстати, вот вторая книжка выйдет, я там эти все моменты описывал. Всё очень просто в государственном механизме. Когда вы поймёте общий принцип, то, что лежит в основе, всё, ну, ладно, выйдет книжка, прочитайте. Выйдет книжка, прочитайте. Либо поговорим в эфире, Алексей. Ну, когда там время всё случится, поговорим, конечно. Вопрос в эфир от Данила. Здравия, соведущим Вадим. Ваше видение, какие внутренние качества при написании данной книги вам удалось раскрыть в себе? Благодарю за ответ. Хороший вопрос, спасибо. Ну, скажем так, Извините, конечно, за молчание. Пытаюсь сформулировать правильно. Вопрос непростой. Скажем так, я изменился, но стал более трепетно, что ли, аккуратно обращаться со словами. Когда я писал, а, естественно, ты пишешь, ты проговариваешь материал, и неоднократно причём, потому что приходилось же перечитывать. Надо, чтобы не сам понимал, другие понимали. Я же не для себя пишу. То есть, возникало понимание определённых вопросов, и насчёт качеств... Ну, скажем так, я укрепился в мысли, что качества, такие как прямота, честность, порядочность, твёрдость духа и так далее, вот их надо держаться, чего бы это ни стоило. То есть, вот, есть варианты в жизни, когда человеку предлагают выбор. У меня был такой выбор в жизни, когда стоял вопрос таким образом, либо я остановлюсь на службе, подписываю определённый договор о сотрудничестве с определёнными структурами, на которые я должен стучать, либо я ухожу с ничем в мир, и там начинаю зарабатывать деньги, как могу. Я выбрал второе. Поэтому, как бы... А у меня есть вся переписка, я могу это в любой момент подтвердить, документально и так далее. Там все очень возмущались, меня никто не понял, обычно все подписывают. Так вот, я лишний раз просто убедился, что вот эти качества, за них нужно держаться. Это единственная ценность, которая у вас есть. Сказать, что конкретно какое-то качество развилось, ну, да не знаю. Ну, в целом, наверное, улучшилось понимание ситуации, вот скажем так. Я себя не считаю каким-то там белым и пушистым, у меня масса из своих проблем, как и у любого человека. Но это мои внутренние дела, я просто на них акцентирую внимание и стараюсь бороться с этими недостатками. Вот, единственное, в чем, наверное, еще убедился, что вот такое самое главное качество, которое нужно развивать в себе, это осознанность. Ключевое слово. И там, спасибо Георгию Ивановичу Гурджиеву, который на этом заострял внимание, с Петром Демьяновичем Успенским, вот они немногие, наверное, единственные, потому что я в другой литературе этого не нашел, которые на этом заостряли внимание. То есть осознанность – это качество человека, который по своим качествам является воином, ну или имеет такие задатки. И без развития этого качества дальше не будет у вас ничего. Осознанность что такое? Ну, себя осознанным считает вроде как каждый человек. Спроси вот человека, в сознании он находится или нет. Ну, конечно, в сознании, я же вот хожу, бодрый. Да нет. А ты отдаёшь отчёт своим словам, своим действиям, видишь ли ты себя со стороны, понимаешь ли ты, какой вред ты приносишь людям тем или иным словом, действием и так далее. Вот всё это в совокупности порождает как раз вот это ключевое качество – осознанность. что оно даёт на уровне заатомарного мира? А это ваша сущность развивается души. И даёт она такую вещь, как возможность управлять своим тонким телом, когда оно уйдёт в другое измерение, после того, как умрёт физическое тело, трёхмерное. Вот. Я почему как бы смею это утверждать? У меня есть определённый опыт, не хочу особо им делиться по радио, но я много чего видел, мне показывали и так далее. Он субъективный, верить мне можно, можно не верить, но есть такое понятие управляемый сон. Могу вам подсказать, что такое управляемый сон. Это когда вы спите, ваша душа подключается к информационному полю, потом она видит там определённые события, испытывает определённые впечатления, причём это могут быть не ваши события и впечатления, кого-то, кто погиб, либо с человеком что-то произошло, это записывается на общий диск, скажем так, информационный, и вы это просто прочитали, потом вы уходите из этого состояния, и у вас сидите ошарашены на кровати, и думаете, со мной ли это было. То есть ощущение реальности от увиденного там, оно намного сильнее, чем от увиденного вот здесь в жизни, в трёхмерном мире. У меня таких снов было очень много. Я просто потом стал их систематизировать и понял, что это не мои все воспоминания, а поскольку приходится общаться в определённой среде с подобными себе, то я просто убедился, что их не один такой. Таких много людей. Просто не надо думать, что то, что вы увидели во сне, есть результат работы ваших впечатлений, там каких-то. Ну вот я несколько раз видел катастрофу, мне показывали, причём глазами кого-то, кто, наверное, в этой катастрофе погиб. Ну страшно, я вам скажу. Всё передаётся, эмоции передаётся, звук передаётся, крики передаются и так далее. У меня друг видел, как, допустим, наш отряд какой-то, видимо, в Чечне, там в каких-то, в пещере, ну не в пещере, в ущелье был зажат. Там он, говорит, описывал мне всё это дело. Говорит, и впечатление, ощущение отчаяния человека, и была там речь слышна, чеченская и так далее. Ну вот, как последний бой. Вот записалось впечатление, и всё, он его считал. Вся эта информация, которую люди вбрасывают и уносят с собой, она записывается в информационном поле. Его называли ноосферой, вот вернадский. Ну, там всё можно считать. Душа подключается к этому во сне, ну, либо в определённом состоянии, в состоянии, ну, употреблю не русское слово, медитация. Хотя у него есть аналог у этого слова и русский, кстати. Духовом, сейчас как же, ой, сейчас не готов сказать. Медиум или посредник. Ну, да. Медиум – это посредник, то есть, он входит в состояние посредничества, получает знания. да, да. Хорошо, хорошо. Давай сейчас несколько уточнений здесь. Не знаю, насколько я ответил на вопрос, но очень сложный, и вроде ответил, не знаю. Да как смогла, так и ответила, да, сказала коза. Но мы как можем, так и сейчас. Ребята, не кидайтесь на стулья, да, мы пианисты играем, как умеем. Значит, здесь уточнение, Николай Сергеевич взял. Патриот происходит от латинского патриота, из древнегреческого, слово древнегреческого, не по-русски написано, патриот, грубо говоря, так, что означает, земля, кстати, соотечественник. Далее, вот, еще какое-то там, слово непонятное, патресу, по всему отец, русская патриот, впервые у Петра I появилась, позднее заимствование через немецкий патриот с 16 века или французский патриот из Сына Отечества. Дальше патриот тот, кто любит свое Отечество, предан своему народу, готов на жертвы, подвиги во имя интереса своей Родины, ни слова про любовь к земле. Так вот, я почему здесь уточнил, что древнегреческого. Друзья мои, если вы поизучаете, вообще-то, греческие какие-то там дела, вы поймете, что никакой древней Греции не было вообще. Греция появилась не так давно. И, в общем-то, кто писал Конституцию Греции, можете почитать, будете очень удивлены, когда она писалась, кем писалась, и что такое за греческий язык, на котором греки никогда не говорили. И было несколько реформ, и было несколько внедрений этого греческого языка. То есть, это примерно из той же серии, как древнелатинский язык, на котором латиняне есть, но на латинском никто не разговаривает. Там говорят врачи или кто-то там ещё, там узкий круг людей. И то не говорят, а так кое-что произносят и рецепты выписывают. На этом всё заканчивается. Вот греческий из той же самой истории. Это жреческий язык. Там была жреция, некое такое небольшое пространство, а буквы Г, Ж, они меняются. Небольшое пространство, где стояли храмы, очень много храмов там было. Это примерно, как сейчас от современности, если взять аналог, привести Ватикан. Вот такой город внутри страны, город-страна внутри страны. Вот была такая жреция, где жили жрецы, культы всякие там проводили и так далее. И никаких там древнегреческих богов не было. Всё это выдумки, всё это предания тех, которые потом пришли на место жреции, уже разрушенной, уничтоженной. И вот эти вот дикие племена или полудикие племена, которые имели свои упрощённые предания, они вдруг эти упрощённые предания передали учёным или учёные у них заимствовали и придумали древнюю Грецию с их богами, которые живут по очень упрощённому представлению, так же, как вот какие-то злобные людишки, которые друг козни там творят, издеваются над людьми и так далее. Вот это вот выдумки древней Греции, такие же выдумки, как и древнего Рима, который там, вот этот латинский язык искусственный и так далее. А если посмотрите, кто строил Рим, кто жил на этих территориях, чей язык изначально там был, чей взят в основы и так далее, вы поймёте, что как раз, если даже с той стороны смотреть, то патр — это одно из древних жреческих понятий о старшем в каком-то клане, в каком-то направлении жрецов и так далее. И всё тогда у вас станет на места. Это то, о чём мы говорили. Ещё одно уточнение здесь пришло по слову жрец. Жрец — это жизнь рекущей есть цель сотворяши. Вот такую расшифровку, если полностью. Благодарю Виктора Леонидовича за то, что нам помог с этим вопросом более подробно разобраться. Итак, идём дальше. Вопрос в эфир от Владимира Изыдничь. Вадим, прибыль-то хоть есть от издания, книги, или так на уровне нуля? Можешь не отвечать на вопрос, если не хочешь? Да нет, почему? А я отвечу. Идут денежки немножко. Но это проект некоммерческий. Я ж не Дарья Донцова, чтобы писать такие вещи, которые будут в туалете читать. Я извиняюсь. На мягком бумаге написанной. Но определённые деньги это приносит, но небольшие. Это не способ зарабатывания ножей. Ну, вроде ответил на вопрос. Понятно. Хорошо, что уточнил, что ты не Дарья Донцова. Я уже стал переживать. Да ладно. Да, а вдруг? Ну ладно, облегчил, облегчил моё представление У меня всего на четыре книжки хватит информации. Нет, я в другом смысле, по внешности. По внешности. Нет. Ладно, хорошо. Вопрос в эфир от Владимира Изматича. Три взаимосвязанных вопроса. Вадим, не кажется ли тебе, что знания китайцев и индусов в современном виде очень напоминают письмо дяди Фёдора из Простоквашино? Отсюда возникает второй вопрос. Подлежат ли имеющиеся у них знания реставрации? Отсюда третий вопрос. А отреставрированные знания это математически выражаясь ваш сын дядя Шарик в третьей степени? Как-то сложно, но постараюсь ответить проще. Знания разбросаны по всему миру. И ещё раз, вот Россия не родина слонов. Часть информации сохранилась в среде других народов. Причём, как бы, если мы будем тех же индусов рассматривать и часть китайцев, так извините, они все с севера пришли. Они же почему, допустим, индусы кастовую систему хранили долго. Бари, арийцы. Уйгуры то же самое, посмотрите внешний вид и удивитесь, что они на китайцев не очень-то похожи. У них черты белой расы. Поэтому, как бы, незазорно собрать информацию, которую растеряли, растерялась, которая растерялась в силу определённых исторических причин и событий, и назвать источник. Тем более, что это всё синтез, ещё раз говорю. То есть, синтез – это не тупое копирование. Вот нельзя переносить ту же индийскую йогу, особенно, ой, ну, это коммерческий проект, на котором там парят всех жителей крупных городов особенно, с целью зарабатывания денег и так далее. Так же, как многие системы, которые называются боевыми, на самом деле боевыми не являются. Сборщик денег не более чем. Ну, вот, как-то так. Не знаю, ответил или нет. Не знаю. Владимир, наверное, сам ответит, ответил ты или нет. Ладненько, идём в эфир. Возвращаемся в эфир, я возвращаюсь в эфир вопросами из чата. Реплика в эфир следующая. А вот система «Гамайон», про которую ты говорил, это клуб выходцы от Шевцова? Вот не скажу. Мой друг, который занимался у Кадочникова, называл, что «Гамайон» выходец из этой системы. А начинал он как бы там в самом начале, поэтому вот у меня информация оттуда. Если надо, к следующему эфиру уточню. Реплика у нас такая. Алексей, у нас про других людей, которые не присутствуют в эфире, не говорят, иметь в виду, вот про Дарью мы тут с тобой начали говорить, а я придерживался. Прошу извинения, я как бы просто привёл пример. Тем более в таком варианте с мягкой бумагой. Ну ладно, идём дальше. Вопрос в эфир от Валентины. То, что Дух и Душа взаимосвязаны, это ясно, но я не поняла утверждение, что Дух внутри Души находится. Можно поподробнее об этом. А чем тогда отличается Душа от Духа? Кроме того, что его Духа нету у животных. Благодарю. А вы вспомните, как устроен атом углерода. Значит, четыре атома на внешней орбите, два на внутренней и ядро. Вот, то есть, углерод семикратен. Ядро и шесть атомов. Внешние атомы, четыре, на внешней орбите, взаимодействуют с внешним миром, а два внутренних, они с миром не взаимодействуют, это внутренние. Отсюда строится схема, в которой ядро атома является аналогом Духа, два внутренних ядра атома являются аналогом двух внутренних центров, которые связаны с основой бытия, то есть, за атомарным миром. И четыре внешних атома, ядра, электрона, четыре внешних связаны с трёхмерным миром. А там надо просто схему посмотреть, в книжке она есть. Так вот, Дух связан с внутренними атомами, почему? Не атомами, ой, с внутренними электронами, почему? Вибрации ядра самые высокие, затем идут вибрации внутренних электронов, потом вибрации внешних электронов, вибрации внешних более низкие, вибрации центров соответственно тоже. А дальше идут вибрации в трёхмерном мире, они ещё более низкие. Ну, так устроен этот мир. И вот эта система работает следующим образом. Два внутренних электрона, два внутренних центра в душе, они связаны с духом. Но чтобы к ним достучаться, нужно иметь достаточно высокую интенсивность вибраций на внешних центрах, которые с внутренними связаны далеко не всегда. И вот здесь уже начинает работать расовый принцип и принцип народов первой группы так называемой, их называю. Но чем выше у человека интенсивность вибраций, тем проще ему связаться с внутренними центрами, а через них уже идёт связь непосредственно с духом. Внутренние центры отвечают за стыд и совесть для формирования таких вот элементов. Это всё идёт оттуда. Чувство справедливости. Вот почему у славян, у русских всегда повышенное чувство справедливости. Причём не по отношению к себе, а по отношению ко всем, по отношению к обществу. У нас ведь это отличается от некоторых других народов, которые понятие справедливо-несправедливо относят только по отношению к себе. Нет, у нас всё намного сложнее, потому что высокая интенсивность вибраций. И чтобы её понизить, существуют различные методики. Самая простая спирт, наркотики, развран, классицизм. Создание ложной системы ценностей, создание системы потребления, которая человека закрывает и отрывает внешние центры от внутренних. Но вот это с этим связано. Как связи работают между центрами, там схеме нарисовано по словам не объяснишь. Откуда картинки эти взял, мне их показали, сразу говорю. Хотите верьте, хотите нет. Большинство информации, которая есть в книжке, это то, что мне показывали через образы. Я их просто описывал. Я не выдумывал это из какой-то головы. Это получилось вот так. Мне его надо было записать, у меня огромная куча этих рисунков лежит, а потом перевести на нормальный язык. Понятно. Идём дальше. Миколаевич из Тераховки. Как преодолеть себя и научиться много подтягиваться? Много и сколько он не написал? Да неважно. Есть такая штука, как воля. Вот воля это то, что есть у человека и то, чего нет у животного. Связано это опять с взаимосвязью с духом, в первую очередь, с внутренними центрами. Волю можно развить точно так же, как вы развиваете мускулы. А связано это с терпением и с пониманием того, что если вы хотите чего-то достичь, нужно делать, как мы говорим, важное количество осознанных повторений. То есть можете отжиматься или подтягиваться механически, но лучше, если вы поставили перед собой цель, просто это осознать и делать даже через не хочу. Поставили цель, следуйте к ней, всё связано с волей. Воля есть, будете делать, воли нет. Так взаимосвязь какая получается? Воля воспитывается через направленные действия. Волю можно развить только в трёхмерном мире. Когда душа уходит в пятое измерение, там всё это у неё не работает, она в спящее состояние переходит. И ваша задача использовать здесь время, которое каждому отведено создателям своё, для того, чтобы развить в себе какие-то качества, укрепить волю, укрепить свои центры, чтобы стать центрированным. Проще прочитать, извините, что рекламирую, отсылаю всё время к книге, там я просто схемки рисовал, как это всё работает. То есть душа должна стать сферой, она сферой не является в силу определённых причин. Эти центры все они плавают и между собой в общем-то не связаны. Задача человека научиться эти центры синхронизировать. Это очень сложно, единой методики нет, зависит от индивидуальности каждого человека. То есть нужно просто найти методику для себя, но ключевые моменты это развитие осознанности, как-то так. Так у животных почему нету духа-то? Почему нету духа? Смотрите, дух у них вместо духа у них цельная оболочка. У них матрица души представляет собой сферу. У человека нет, она плавающей структурой является. То есть седьмой элемент, то есть у них ядра нет как такового, у них есть цельная внешняя оболочка и все центры расставлены именно на ней. А как это проверяется, ну вот понаблюдайте за животными, они представляют каждой с собой законченную цельную картинку, структуру. На собаку на свою посмотрите, на кошку. У нее характер индивидуальный, это связано с разной интенсивностью вибраций, но движение, поведение в целом, отношения и так далее у них закончено, то есть у них отсутствует подлость, у них отсутствуют еще какие-то там отрицательные качества, которые есть у человека. То есть это цельная конструкция. Вот поэтому у них духа и нет. Они не могут научиться тому, что дано допустим только человеку. А человек за счет этого платит вот с такой нестройной структурой. но если он найдет силы и способ решения этой личной задачи выйти на путь индивидуального развития, то в принципе он изменится тогда. То есть для этого не обязательно использовать духовные практики, сразу скажу, вот в общепринятом смысле этого слова. Иногда просто достаточно проявлять цельность и последовательность в каких-то бытовых вопросах. Вот как Владимир вопрос задавал насчет боязни и так далее. А не надо бояться никого. Когда вы это осознаете и поймете, что вариантов-то все равно ведь-то немного, а умирают все рано или поздно, ну дело надо делать и тогда все будет нормально. Ну вот как-то так. Не знаю, ответил или нет. Постарался. Понятно, понятно. Вопрос эфира Дмитрия. Здравия всем. Два вопроса. Первый. Воинами рождаются или становятся? И второй. Какой критерий того, что данный человек воин? Это набор качеств. Человек приходит в этот мир с набором качеств. И если у него душа относительно центрирована и душа чистая, ну считайте, что готовый воин. Он может об этом и не знать, я же говорю, он по профессии может быть кем угодно. Но вот этот набор качеств обеспечивает ему цельность. Воин это состояние цельности, это цельная конструкция. И достаточно цельный взгляд на мир, цельные отношения к миру и так далее. Второй вопрос какой? Выскочил из головы. Второй вопрос следующий. Какой критерий того, что данный человек воин? Ну я в принципе на него считаю, что ответил. Ты сразу за один раз на два вопроса. Да. То есть это не цвет глаз, это не мускулатура, это внутреннее состояние. Если у человека есть задатки цельности, ну считайте, что он по задаткам и воин. Среди славян русских таких очень много. то есть еще такое понятие вот там кто на улицах дрался духовитый. Вот вот эти все кто на улицах духовитый это уже в принципе один из показателей. Другое дело, что он просто весь ну скажем так распылен вместо того, чтобы заниматься хорошими делами он там водку пьет и морды бьет. ну духовитый это одно из состояний. А человек другой может сидеть себе в кабинете книжной работой заниматься, но иметь такие же задатки и качества. Проверяется это все ну в трудной жизненной ситуации. Больше никак. То есть война она ведь все расставляет на свои места, просто война разная бывает. Сейчас вот время очень подлое и мерзкое, потому что за несколько поколений воспитали большое количество моральных уродов, которые за бочку варенья и три бочки печенья продадут абсолютно все. Ну у каждого свой выбор. Вот как-то так. Те, кто за банку варенья и пачку печенья продает Родину, тот не урод, а выродок. Да, согласен. Реплика в эфир от подсолнуха Инь и Янь это лигатура обозначающая род. В Триполе в Триполе это тоже находит. Ну, отлично, ведь я вот этого не знал. Этот символ, он обозначает много чего, в принципе, это один из вариантов, что он обозначает. То есть, если ты нарисуешь по часовой стрелочке, то верхняя будет обозначать Р, буковку, левая, Д будет означать правая, а вот это О или кружочек, это является объединением, что получается род. И это тоже есть. Вот когда Инь и Янь так рисует. Я эту раскладку даю во взаимосвязи высоких и низких вибраций. Там, более того, интересный такой моментик, если вы эту штуку повращаете по ленте Меобиуса, то получите как раз раскладку по народам первой группы, а их получается семь белой расы и семь чёрной расы, и других рас не существует. Нужно просто понимать, что значит слово раса и что значит слово народ. А что слово раса означает? Раса это информационный поток, текущий в атмосфере. Это, кстати, индоарийское толкование, и идёт оно из, ну, был там такой раски толкователь Ует. Я вот это слово взял за основу, потому что, ну, как бы, ну, надо опираться на древность. Всё остальное потом, это уже выдумки. А это наиболее халик. а у чёрных народов тогда получается, что этого всего нету? Нет, там просто доминируют низкие вибрации и всё. Ну, опять, так на пальцах не объяснишь, там схемки нужно смотреть. я понял, ладно, схемки оставим для тех, кто купит книжку и прочтёт, тогда вопрос, а можно ли тогда чёрных называть расой, если у них этого нет? В смысле? Нет, раса, чёрная раса, белая раса. Ну, хорошо, ладно, другую. Это соотношение высоких и низких вибраций. В белой расе доминанта высоких вибраций, в чёрной доминанта низких вибраций. Дальше смотрим. Инь-янь, мужское, женское, белая раса, мужское начало, чёрная раса, женское начало. Я к тому, что если мы, опять же, как-то пытаемся на древность какую-то и понимаем, что латинский язык был выдуман не просто так, не на ровном месте, то там слово раса однозначно означает белый, чистый. То есть вопрос, может ли чернокожий человек быть белым? Нет. Получается, что раса только одна, это белый, все остальные это уже не раса. Нет, 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 ещё раз. Вот латинский выдуманный язык и прочее, это... Но он же не на ровном месте выдуман, он взят за основу были наши языки древние. Я понимаю. Естественно, что этруски это учителя Рима, а Рим учитель Европы. Значит, получается, кто учитель-то всей Европы и всего мира, поскольку сейчас по римскому праву живёт весь мир. Получается, что этруски, то есть этнос русских это наши предки, одна из ветвей. И получается, что многие слова, в том числе и в медицине, до сих пор они удивляются. Откуда русские слова в медицине, хотя мы латинцы были, да? Так вот, если мы отталкиваемся опять же из того, что слово раса там конкретно означает белый, белый, то есть вот табула раса, да, к примеру. Да, да, да. Белая чистая доска, на которой ничего ещё не написано, пиши на ней что хочешь, да, или таблица, табула, таблица ещё там вот такое. То есть чистая белая таблица. Получается, что раса означает белый, чистый. Ну, это как одно из толкований, а в принципе, ещё раз, Алексей, значит, я ковырял источник наиболее древний. И раса это понятие метафизическое, но опять вот это слово я употребляю, то есть это информационно-полевая структура, которая создаёт, вот просто нужно понять, как всё это устроено. есть набор вибраций, он распределён по плотности и интенсивности. Чтобы проявился трёхмерный объект, он должен пройти определённую степень уплотнения через понижение вибраций. То есть, есть вот они там очень глубоко стоят, первичные, там, в начале, у истоков. Дальше это всё уплотняется, 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 вот как 7 контуров в человеческом теле, которые видят люди некоторые в виде цветов ауры. 7 тонких оболочек. Человек видит ту или иную в зависимости от состояния и интенсивности этой оболочки. И всего 7 работает тонких. Ну вот, если кто-то с живописью связан, как, допустим, процесс написания там чего-то в акварели происходит, делается лисировка холста, листа бумаги, дальше наносится контур, дальше наносится один слой краски, второй, третий. Вот примерно то же самое происходит с энергетическими оболочками, и потом, получается, атомы собираются на основании образов и определённых программ в трёхмерные объекты всего-то навсего. Так вот, раса — это полевая структура, так как её Раски описывала, просто как бы ещё раз акцентирую внимание, которое формирует группу народов, а народ опять — это такая же полевая структура, но только разделённая уже внутри первичной вибрации. Есть высокая интенсивность, которая создаёт белую расу, и низкая интенсивность, которая создаёт чёрную расу, а они уже там внутри делятся так же, как делится спектр солнечного света. Есть семь видов солнечного света, видимый, фиолетовый, красный, оранжевый, и так далее. А есть ещё невидимый спектр, это ультрафиолет, инфракрасный, там ультрафиолета несколько вариантов, их тоже семь. Так вот, этот невидимый свет группы излучения, это как раз чёрная раса, видимый свет, это белая раса, всего-то навсего. То есть, это всё материально, но просто глубинная информация. Я тебя понял, я тебя понял, скажи, пожалуйста, а вот этот человек, на которого ты ссылаешься, информация им получена была откуда? Раски? Да. А это переводчик древних текстов, и он жил не в этом веке, он раньше. А хорошо, он переводчик на какой язык? Он переводил с... Сейчас я не помню, это же у меня не в этом материале, он не под рукой. Ну, с санскрита, например, на какой язык? Он переводил с санскрита, вот на какой язык я не скажу. Ну, не на русский же, наверное, да? Нет, конечно. Ну вот, а мы-то говорим про русский, слово «раса» это русское вообще слово, которое досталось латинянам от русских. Поэтому, если мы говорим изначально, то вопрос, кому надо доверять, например, англичанину, который получил от латинян, а латиняне получили от русских, или всё-таки русским мы должны доверять, понять этого слова? Это первое. Просто мысли сейчас, мысли вслух, мысли вслух. Если мы говорим слово «свет», свет, как часто мы говорим, белый свет, есть такое выражение, да, белый свет. Нет уже чёрного света у нас же нет, да? Ну, есть низкий спектр света. Да, да, но я понимаю, что чёрного цвета у нас нет. Вот чёрного цвета. Есть невидимый, но чёрного цвета нет. Да, чёрного слова нет. Если мы говорим, что свет белый, то может ли свет быть чёрным? Свет быть может невидимым, невоспринимаемым, но чёрным он не может быть. Поэтому, когда мы говорим «раса» с точки зрения белой, И когда мы опускаемся, например, или в сторону идём, чтобы не обижать никого, вправо, влево, по шкале, а то сейчас скажут, вот там вы кого-то поднимаете, шовинизм, нет, просто в сторону идём от белого спектра к чёрному, то в этом случае, вот когда он был белым, весь спектр у него был, он, да, назывался белый, то есть раса. А когда дошли до чёрного, разве он может белым называться, белым светом? Там свечения уже нет, свет — это то, из чего что-то отходит. Есть свет — отражение, а есть свет — то, что из себя выпускает лучи. Так вот, когда мы говорим «раса» — это светящийся, это белый, чистый, и когда мы доходим до противоположности, то он расой уже быть по определению не может, он ничего из себя не выпускает, он поглощать может, как вот чёрный холст, он может поглощать, на нём можно чём-то белым нарисовать, но он не может быть белым. Вот с этой точки зрения. Поэтому, например, это та же самая интересная история, когда кто-то пытается, например, приводить священные писания иных народов, переведённые сначала на греческий язык, а потом с греческого на какой-то из славянских, а потом славянского на какое-то на речи русского или там на русский язык. Говорят, вот слово «совесть», видите, сколько раз употребляется. Я задаю вопрос, покажите мне, пожалуйста, в оригинале, что было написано там иностранными буквами «совесть». Нету такого. Слово «совесть» там нет. Там есть благое намерение, доброе сердце, хорошие там призывы, позывы, там вариантов огромное количество. Но слово «совесть» нет. «Совесть» — это наше слово. Вот есть то же самое, когда говорят, что там «православие» пришло к нам из Греции. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, слово «православие» в Греции. Нет такого там слова «православие». Ну нету просто. Это было наше исконное слово. Слово «совесть» и так далее. Поэтому есть исконные наши слова, которые как-то они трансформируются. То же самое, как мы, например, иностранные по глупости употребляем и не знаем их понятия. Вот иностранцы по глупости употребляют некоторые перевёртыши, взятые из русских слов, перевёртыши уже сделанные, и не понимая их смысла, потом нам их обратно впиндюривают. И получается, что исконное русское слово, обозначающее свет, белый, чистый, вдруг как-то возвращается, что оно, оказывается, ещё чёрное означает. Для меня это нонсенс. Вот, например, слово «русь». «Русь» — это всегда означало «свет». «Русь». «Русые волосы», «русый», «русский». То есть, относящийся к свету, к светящемуся, представитель света и так далее. И когда мне кто-то начинает показывать на какого-то тёмного человека, который явно не из России, и говорят, ну, это тоже русский. Я говорю, ребят, может быть, что он в России живёт, да, в этом отношении, но тогда лучше «россиянин» применить слово. Это не шовинизм, это ничего, это просто вот понятие древнее. Я уважаю все народы, которые есть на земле, вот вообще все. Раз они есть, раз боги это допустили, то я не имею права богам указывать, правы они или неправы. Это божественный промысел. Они для чего-то на земле есть, для чего это другой разговор. Но я уважаю деяния богов, и я против них не иду, иначе бы я был богоборцем. Что переводится «богоборец» — это слово «израиль» означает. Вот я не Израиль, я не богоборец. Я принимаю всё, что сделано было богами. Моя задача — разобраться, с какой целью это было сделано, для чего это было сделано. Принять это и сделать определённые выводы. И в божественной, по-нашему, не конве, а конве разобраться с этим и двигаться по жизни, приобретая нужный опыт, может быть, где-то кого-то ставя на место, если он совсем уже взорвался. Себя, может, ставя на место, если во мне проявляются какие-то гадкие манерки и что-то взятое от другого. Вот для этого я живу, поэтому я всех народов принимаю. Но если человек с чёрной кожей, я не буду говорить «афроамериканец», я не буду говорить «афро-русский», я буду говорить «это чернокожий человек». Если человек с белой кожей, я буду говорить «белокожий человек». Я буду называть своими именами. Это не шовинизм, не расизм, это просто название своими именами, чтобы у нас была не путаница в голове, а понятие, что мы дружим. Я готов дружить с добрым человеком, который другой национальности, другой разрез глаз. Мы с ним дружим, и я никого не собираюсь уничтожать, убивать или презирать. Нет, но я называю слова, вернее, вещи, понятия, дела своими именами. И тогда у меня в голове порядок, и тогда я могу по этому порядку строить свой мир. И тогда мой мир будет тоже в порядке. Вот как-то так. Прошу прощения за долгую тираду. Нет, нормально. А вот я ещё три копейки внесу. Да хоть рубль, давай. Я тут раса нашёл, так как я во второй книжке переводил. Кстати, через русскую азбуку. Раса — источник силы, исходящей от Создателя, давший толчок к происхождению человека и первых народов, разграниченных по однородности, структуре и форме. Совокупность близких по вибрациям народов, имеющих близкие родственные качества души и похожую структуру передачи звуковой информации. Этот источник, проходя через человека, возвращается к первонавочальному истоку и замыкается на Создателя. То есть наткнулся я как-то на просторах интернета и печатных книг на одну книжечку, где наш русский товарищ дал расшифровку значению каждой буквы. И я её везде применяю, потому что, когда я попробовал применять, оказалось, что то, что он давал, наиболее универсально объясняет значение первородных слов. Вот раса — слово древнее. Если его правильно все значения использовать и ставить, то получается вот такое объяснение. А что касается санскрита, то раса обозначает река. Ну, во всяком случае, то, что ты из книжки прочитал, ты нисколько не противоречил тому, что сказал и я, потому что близкие, потому что там было сказано «близкие» и так далее. Я думаю, что всё-таки генетически, если говорить современным языком, всё-таки негр и, например, представители русичей, русов, они немножечко отличаются. Поэтому то, что я сказал, нисколько не противоречит тому, что сказал ты, и то, что ты прочёл, тоже нисколько не противоречит. Просто я за то, чтобы называть вещи своими именами. Никого переубеждать. Здесь уже пишут, что ты нападаешь на сведущего, где ни на кого не нападаешь. Нет, мы нормально, мы просто даже не дискутируем, а обмениваемся информацией, это нормально. Кстати, как бы дополнение. Когда ты знаешь характер других народов, это польза. Почему? Когда нам всем втюхивают, что мы все одинаковые, а потом собирают в кучу, то получается Европа и народы чёрной расы, которые туда запустили. А это жуть. Жуткая жуть. Почему? Потому что они не обучаемые. Есть такой термин. И вот эти не обучаемые, они там делают то, что они будут делать. Их запустили туда для того, чтобы создать в Европе определённые проблемы и развязать межрасовую войну. Те события, которые происходят на Среднем Востоке и на Ближнем Востоке, это опять проявление межрасовой войны, где одна чёрная раса воюет против другой чёрной расы, других народов чёрной расы. А задача там развязать войну по всему поясу от Ближнего Востока до Дальнего Востока. Если вы информацию в интернете отслеживаете, то недавно от ИГИЛ произвучала угроза развязать в Синьцзянь-Уйгурском округе боевые действия. Может быть, пробуют силы, а может быть, действительно так и будет. Китай Америки сейчас не очень интересен, потому что, ну, они туда уже заразу разложения запустили. Осёл, гружённый золотом, войдёт в любую крепость. И Китай этого осла уже к себе запустил. Теперь просто остаётся дождаться, когда там плод созреет и упадёт. Ну, те, кто это всё сделал, они умеют ждать. Поэтому сидим, ждём. Да, у них планы надолго расписаны. Ну что ж, идём дальше. Вопрос в эфир от Ярогора. Вадим, а можно с тобой пообщаться вне эфира? Да, в книге мне понравился акцент разбора отношений «Отец-сын» и «Господь-раб». Благодарю, мне это понравилось. Как с тобой пообщаться? Проще. Ой, так. Вот как бы насчёт пообщаться. Ну, Лёш, может быть, как-то через тебя. Я просто сразу объясняю, Регор, без обид. Не так всё просто в нашем мире. То есть, нужен какой-то контакт личный. Либо я буду в Москве, и мы пересечёмся, надо будет друг на друга посмотреть. То есть, я бы не хотел давать свои личные данные, чтобы связываться через скайп или через телефон. Пойми меня правильно. Мне надо посмотреть человеку в глаза. Я посмотрю, и всё станет понятно. Реплика в эфир из Ютуба… Судится быть осторожным, не обижайся. Всё понятно, да. Реплика в эфир из Ютуба от народного видения. Родолюб, наверное, такое пояснение к термину «патриот». Да, кстати, когда мне вручали одну из премий, мне удалось несколько слов сказать. И вот я сказал, что пришло время не патриотизма, а родолюбия. Согласен. Классный, кстати, термин. Мне нравится. Здорово. Так что я согласен с народным видением. Да. Наши мысли здесь совпадают. Абсолютно. Реплика от Василия 44. Соведущий путает понятие «дух», «живатма», «сущность», «который бессмертен», и душу, которую можно взрастить, можно и погубить. Не путает. Значит, «дух» находится внутри души, и он её, собственно говоря, и поддерживает. А душу, да, действительно можно погубить своими действиями в трёхмерном мире и взрастить, никаких противоречий. Одно связано просто с другим. Вы всё время делаете ошибку, вы разделяете, а это всё взаимосвязано. Вот смотрите, когда вот этот символ иньянь правильно разложить, он вообще-то образован от золотой спирали, которая начала раскручиваться из точки. Дальше она описала семь спиралей, вернулась в исток, а потом всё это развернулось в трёхмерный полигон во Вселенную. И сразу появились в ней все объекты. Значит, и получается так. Вот всё это находится в цельном состоянии. Нельзя отделить от одно от другого. Там нет ни начала, ни конца. Там есть циклы, которые перезапускают систему через каждые семь циклов. Вот у нас сейчас пятая раса, будет ещё две, потом цикл перезагрузится. Как, до чёрта его знает, не знаю. Может, неправильное слово применил, извините, но не показывали. Но будет перезагрузка. Каждая вот предыдущая четвёртая раса, это вот следы пирамиды и так далее. Их уничтожили, ну, усмыли, потому что настал черёд нашей расы, нашей цивилизации. Будет ещё две. Когда всё это произойдёт, я не знаю. Дело в том, что, ну, как бы это связано с целым рядом процессов и с поведением людей. Если мы начнём шевелиться, именно русские, и что-то делать, ну, там наверху, возможно, условно говорю, наверху, возможно, ситуация поменяется. Если нет, ну, вспоминайте великий потоп и просто понимайте, что он может прийти в любой момент. Потоп подкрался незаметно. Незаметно, да. Идём дальше. Реплика в эфир. Автор-сказитель, красавец за свой поступок с уходом. Дальше. Спасибо. Реплика в эфир. Василий, 44. Непонятные иностранные слова используются паразитами. Для замусерения вания сознания людей нужно использовать наши родные понятия, ясные слова. Дальше. Реплика из Ютуба от Виталия Микерова. Россия, Родина слонов, то есть защитников и верблюдов, то есть великих ходоков. Всё, точка. И не спорь с этим. Не, ну я же не спорю. Просто я употреблял отрицательное значение слова, но, в принципе, мне нравится это определиться. Всё, договорились. Виталий сказал, значит, тому и быть. Идём дальше. Реплика от Валентины. Придётся книгу покупать. Она недорого стоит, поверьте. Всего лишь на всего полквартиры. Дальше. Вопрос в эфир от Василия из Омска. Вадим, как вы считаете, какими основными качествами должен обладать настоящий воин? Ух, 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 ух. В принципе, сейчас так быстро не скажу. Но однозначно он должен быть честным, по возможности открытым. В каком плане? Ну, есть такое понятие простота хуже воровства. Но вот нужно знать, когда говорить, когда молчать. Вот это и есть состояние открытости. С кем говорить и так далее. То есть нужно видеть людей и слышать, что самое главное. Потому что мы же смотрим глазами, а есть ещё такая штука, как слышать через четвёртую чакру. Это вот в районе груди она находится. Значит, сейчас вопрос непростой. Главное качество, конечно, это осознанность, центрированность именно по четырём внешним центрам. Вы извините, я говорю, скажем так, развернуто, может быть, не совсем будет понятно. То есть человек должен из себя представлять цельную структуру. Слово мысли-дела не должны расходиться между собой. Вот это основное качество, которое присутствует у воина. А всё остальное крутится вокруг этого всего. Вы слово сказали, вы должны его держать. Вот наши мужики, которые давали присягу, а потом им на Украине предложили перепресягнуть и ушли оттуда. Я таких офицеров много знаю. Ну, честь им и хвала. А те, кто остался, ну, 72 метра смотрели фильм. Это вот, вот так оно и было. Те стали стрелять в свой народ. Ну, или не в свой. Там на Украине ситуация непростая. Там половина русских, а половина там, извините, хазары, которые себя называют украинцами. Так далее. Вот. Все ж молчат о таком народе, как хазары. А вы посмотрите, какую территорию занимал хазарский Каганат в 969 году. А потом задумайтесь, могла ли этой территорией руководить кучка каких-то монголоидов, которые там сидели где-то в Саркеле. Да, конечно же, нет. И когда заходишь в музей и начинаешь искать там какие-то источники. Я в Москве, как бываю, заходил, искал в историческом музее. Почему-то не работает этот зал, где как раз посвященный хазарскому Каганату. Все уехало на какую-то выставку. Ну, и в интернете очень мало информации и так далее. Все их относят с монголоидами. Да ничего подобного. Это народ семь белой расы, который очень близок к народу семь чёрной расы. Я их так называю. А они по качествам очень близки. И этот единственный народ белой расы, который можно переделать в народ чёрной расы по качествам души без особых затруднений. Что с ними делают регулярно. Вот и всё. Отсюда пошло понятие еврей. А если вы его рассмотрите, как его толкуют сами раввины, то оказывается так, что еврей обозначает переходить. То есть это человек, переходящий из одного состояния в другое, из одной расы в другую. Как он это делает? Ну, через систему обработки, через информационную, через религию и так далее. Ну, это вот во второй книжке всё я описываю. Есть методики, которые позволяют это делать. С ними это проделывали и проделывают неоднократно. Так вот, в отношении настоящих украинцев обратите внимание, как они себя ведут. А ведь это многие из них люди там возраст 40, 50, 60 лет. Они жили при советской власти. Им всем говорили, что мы единая народная братская семья. Они сейчас помои на нас льют. И они это делают искренне. Значит, они с этим жили всю свою жизнь. Вот и всё. Просто они сейчас перестали маскироваться. Это нужно понимать. И не надо повторять слова пропагандистов, что мы единое. Не единое. Они свою страну слили. И вы задумайтесь, почему на Украине никогда не было своей государственности. Ну, потому что нацарывав 100 рублей, давтик. Это у них принцип такой по жизни использовался. Но я предлагаю всё-таки всех одним мерилом не мирить. Нет, ещё раз, Алексей. Там два народа. Вот кто имеет славянские и русские корни, те наши товарищи. А все остальные с других областей, я не буду это уточнять, с каких. Это не те ребята. И нам они не родственники. Вот и всё. Всё. Мысль твою понял. Мысль твою понял. Хорошо. Идём дальше. Если вот опять же мы разбираем вопрос от Василия из Омска по поводу какие основные качества у воина, то в этом случае воин, если даёт слово, он должен держать. Но ведь слово должно быть не просто так. А, я слово дал. Теперь даже если оно будет вредить всем, я всё равно буду держать. То есть ещё должна быть определённая разумность, чтобы не давать тех слов, за которые потом будет стыдно, а ты их должен держать и вредить себе. А это означает, что должна быть проявлена совесть обязательно, то, что не позволит вот эти вот глупости выполнять. То есть воля, совесть, разумность, здравомыслие, вот эти все качества у воина должны всё-таки в первую очередь быть проявлены, иначе слово ему придётся держать, то, которое будет разрушительно. Чтобы это избежать, это надо всё учитывать. Спасибо тебе, что ты облегчил мне ответ на вопрос. Хорошо. Я приняюсь такого же мнения, да. Идём дальше. Вопрос эфира от Василия Изумска. Как вы относитесь к вольному казачеству, к казачьим устоям и традициям? Тут нас уже обвиняют, что мы в политику скатились, да и не скатались в политику, просто был эмоциональный выброс, видимо, наболело, но остановили. Ладно. Итак, про казачество вольных казаков. Как ты относишься к вольному казачеству и к казачьим устоям и традициям? Положительно. Я знаком с настоящими казаками, которые там казаки, не знаю, в пятом, десятом поколении. Это цельные люди. Вот. Ну и, собственно говоря, всё, что я могу об этом сказать. По канонам казачества должно жить всё русское общество. Вот. Это основа. А там принцип был всем миром. Там же, когда вы разберёте, допустим, систему взаимодействия, а там атаман, он был не главнее всех остальных. У него единственная привилегия была идти первым в бой. Вот. А для того, если он погибнет, там была система автоманов-заместителей, которые замещали его, чтобы не прервалась преемственность. И выбирали там не так просто. Но я не буду сейчас в эту тему углубляться, почему небольшой специалист, я просто знаю это по рассказам моих друзей, которые являются настоящими казаками в последнем поколении. Поэтому вот как-то так. Моё отношение положительное. Таким должно быть русское общество. понятно. Реплика в ютуб из канала, реплика эфира из канала ютуба Вова Мира. По моему мнению, Вадима, некоторые проблемы с осознанностью и со строением атомов. Дальше Василий, 44, полностью с тобой согласен. Стоит с ведущим здравомыслием позаниматься, а не самомнением. Вот такие две реплики. Можешь их комментировать, можешь не комментировать. Возьмите учебник, почитайте, как работает атом. Я ничего не придумал, я просто взял работы по физике и наложил одно на другую. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. Реплика эфир от подсолнух Егор Иванович Классен в древнейшей истории славян и славяно-руссов 1854-61 года пишет о происхождении слова этрусков от гетрусков, гетов-русов, а сами этруски себя рассенами звали, то есть из-за рассенья. Ну так не противоречит это русский этнос. Нет. русские люди. Страшные толкования, но все сводится к тому, что да. Все равно наши ребята корни русские и славянские. Конечно. И раз они такое там сумели построить, это говорит о том, что этим направлением наших родов надо гордиться, исследовать их, как-то вот чтить и следовать тому, что они сделали, обучаться у них, изучать их. Помимо того, что естественно изучать и другие тоже рода и направления. Я думаю, что этруски более у всех на слуху. Почему? Потому что к жреческой цивилизации, которая называется греческая, и к Риму очень много было взглядов проековано, поскольку там якобы центр цивилизации, откуда все учение и пошло, якобы. И иногда как фокусники применяют прием, на одно обращаешь внимание, а в этот момент там из кармана кролика достает, да, ты это не видишь. Вполне возможно, что помимо этрусков вполне возможно. Где-то здесь на территории России находятся вот эти самые большие кролики, на которых мы почему-то не обращаем внимания, только потому, что манипулятор показал на малые две точки Жрецию и Рим. И он сказал, вот это центр цивилизации, пускай славянский, да, пускай славяне там были, пускай, но там уже все потеряно, вот там сейчас римляне и греки, все, а вот при этом все остальное от нас закрыто. Наша задача всесторонне смотреть, наша задача изучать древность во все стороны наблюдая, а не так, что только упереться как бык рогом в ворота или как баран там в ворота, да, и все, и на этом вся жизнь закончилась. Вот я против того, чтобы нам быть какими-то однобокими, какими-то ребятами, поэтому смотрим на мир целиком и радуемся своим познанием и свою радость даем другим людям, чтобы мир наш становился радостней. Идем дальше. Реплика в эфир от Виталия Микерова. Цивилизация это что? Цивилизация это превращение природы в экологическую или природную помойку. Вот как-то так написал. То есть слово цивилизация не нравится. Кстати, да, мне слово цивилизация тоже не нравится. У нас есть такое понятие общество, мир и так далее. Ну ладно. Приходится его употреблять, ну как бы потому что цивилизация связана с техническим прогрессом. Ну так как бы в общественном... Прогресс в кавычках, наверное. Да, да, да. На самом деле это не прогресс, регресс, потому что мы научились ездить на машинах, но разучились ходить пешком и нормально косить, копать, еще что-то. Понимать и чувствовать природу. Обезьянки, цирки, между прочим, на велосипедах катаются вообще классно, да, и видел я, который на мотоцикле медведя тоже здорово ездит, на мопедах. Вопрос, от этого медведь, как лучше медведем стал обезьян, что лучше обезьян и стало, что они человеками что ли стали? Да нет, остались они мишками, обезьянками, только дрессированными, которые не понимают, что они делают, они за это еду получат, это их работа, ездить на мопедах и крутить педали велосипеда. Но при этом то же самое мы здесь, стали ли мы лучше от того, что так называемая цивилизация нас поглотила? Мне кажется, мы просто отравлен цивилизацией и всё. Да я вспоминаю сразу фильм «Брат», когда он там говорит, что город делает человека слабым, а город — это же сублимация цивилизации, вот так оно и есть. Вот смотрите, человек, который живёт на природе, в деревне, он более цельным, не будем там затрагивать остальные там стороны, которые существуют, при жизни в деревне. Но в целом эти люди более цельные в силу своих занятий, в силу того, что на них действуют другие информационные поля, которые отсутствуют в деревне, которые есть в городе. Вот и всё. Это же совокупность всех этих излучений и так далее. Но излучение опять условное слово. Поэтому цивилизация — это не очень хорошо. Хорошо, когда цивилизация — это как одностороннее развитие. Вы накачиваете, допустим, верхнюю часть тела, а ножки у вас хиленькие. Или наоборот, накачали ножки, а вверху ручки-спички. Вот цивилизация — это вот это. Ну, как-то так. Как Баксио расспрашивает, зачем вам руки? Ну, как руки, чтобы бить? Зачем ноги? Чтобы отскакивать, чтобы передвигаться. А голова? А в голову я ем. Я туда ем. Да. Ладно, реплика от подсолнуха Алексея, то есть мне пишут, конечно, не противоречит, я просто дополнил. Благодарю. Ну, и я тебе тоже благодарю за то, что ты написал такие интересные реплики. В принципе, всё. Мы с тобой с репликами разобрались, с вопросами тоже разобрались. У нас есть возможность подвести итог сегодняшней нашей передачи, такую жирную черту провести, и в заключении после подведения нашим слушателям и зрителям на ютуб-канале сказать что-то доброе, такое вечное, чтобы душа развернулась и прям жить так вот захотелось по-человечески наконец-то. Прямо так вот захотелось бы. Пожалуйста. Алексей, не мастер я говорить, писать ещё могу, а вот не оратор. Ну, в любом случае, если я кого-то обидел своими словами, я прошу прощения. И что ещё? Книги читайте, ищите знания и не бойтесь говорить и высказывать своё мнение. Всё. Тогда жить станет интереснее. Как бы трудно ни было жить, а жить сейчас очень нелегко ввиду навязанных нам стереотипов, жить надо. Просто помните, что сейчас идёт война в очень извращённой форме. И всё. Это всё, что я хотел сказать. Ну что ж, хорошо сказал. Я думаю, ты очень много и так сказал уже в эфире, а иногда, на мой взгляд, кое-что и лишнее там ляпнул. Можно было бы это не говорить. Я надеюсь, это не будет учтено компетентными органами либо заинтересованными товарищами. Ну, с другой стороны, я имею право, если мне кто-то не нравится, сказать об этом. Я так ему говорю. Слышишь, было сказано от души. Понятно, что ты имел в виду. Никого ты не хотел обидеть, ты просто констатировал те факты, с которыми тебе в твоей жизни пришлось пересечься, которые ты видел. И не более того, никого мы не оскорбляем, никого мы не призываем к чему-либо, кроме одного. Жить в согласии с природой, жить в согласии с самим собой, развиваться, понимать, что в этом мире всё, что есть, оно для чего-то нужно. Вопрос, как вы это применяете и как вы к этому относитесь. Вот это очень важно. Это важнее всего остального, о чём бы вам там не рассказывали. Прежде чем делать великие дела, надо быть великим человеком. Но прежде чем стать великим, надо стать хотя бы просто человеком. Немногие, к сожалению, на сегодня даже на это способны. Ещё маленькое дополнение, Алексей, извиняюсь, перебиваю. Для некоторых, которые вносили тут кое-какие дополнения, я не волшебник, я только учусь. Я себя всегда позиционирую как ученик. И мне не стыдно об этом сказать. Ученик, который может высказать своё мнение. Поэтому как бы вот не хотелось бы повторять слова товарища Ульяна Валенина «учиться и учиться», но в этом мире это наша главная задача. И самое главное ещё раз это развитие осознанности. Когда вы поймёте, что это такое и как это работает, ну у вас очень много в жизни поменяется, поверьте. Вот вроде и всё. Благодарю тебя за очень интересную беседу. Спасибо всем слушателям за вопросы. Всё нормально. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей пока ещё 8 марта. если вы по этому светскому календарю живёте и придерживаетесь праздников, которые в нём указаны красным цветом, то поздравляйте милых дам, своих спутниц жизни, бабушек, тёти, матерей, сестёр и кто там ещё у вас может быть близких, подруг. Вот. Если же вы придерживаетесь другого, то помните, что у нас есть и другие праздники наши исконь древние, может быть, как сказать, одни из этих древних. Вот. Так что не забывайте, не забывайте это, что мир многообразен, традиции, множество течений в веровании, может быть, не самой веры, а верований тоже достаточно много. У нас территории достаточно большие, поэтому и календари разнятся, и традиции, и отношения тоже разные. Но надо понимать, что так или иначе мы в чём-то всё-таки где-то братья, где-то близкие, где-то не очень близкие. Воевать нам не надо. Нам надо искать то, что нас связывает, потому что растягивать в сторону нам найдётся кому. На 7 я с вами прощаюсь. Напоминаю, что метафизика и путь воина у нас сегодня была тема живого эфира. автор-сказитель Вадим Мосин, за что тебе низкий поклон. Приходи ещё, то, что говорится, будет повод нашим радиослушателям благодарность за то, что поддерживали вопросами и репликами. Очень было интересно пообщаться с вами, хоть и не вживую, но через вопросы и давая ответы, и позволяя Вадиму отвечать. Прощаюсь, желаю всего самого доброго, быть добру, увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно.